Всем привет! Мы сейчас разберем небольшой кейс по изготовлению несъемной конструкции в левом верхнем сегменте на коникл коннекшн, на протезирование, на имплантатах. Здесь достаточно такой интересный, сложный клинический случай. По третьему классу челюсть нижняя стоит. И в данном случае, например, на временном протезировании я выстраивал колоковое все-таки введение, но было неудобно немножко жевать. Поэтому сейчас я думаю, что на постоянном протезировании мы скорее будем создавать группу, потому что для третьего класса что характерно? Челюсть выходит вперед и поймать вот это движение на клыке достаточно сложно, потому что ведут и передние зубы. Поэтому я думаю, что мы часть ведения передадим на те зубы, которые имеют проприоресепцию. Передние зубы, которые остались. Сложность в чем протезирование таких пациентов нет. У клыка проприочувствительность этой имплантатах. Но мы сейчас на временном уже отработали, у нас все с июля уже там прижилось, мы можем переступать к постоянному протезированию. Мне помогает Стюха за режиссерским путем, он мне машет главное, Ксюша и Денис Валерьевич нам тоже присоединился, чтобы нам немножко помочь. Итак, мы сейчас снимем с лепочки и быстренько отправим это все в работу. Дальше уже доктора все поставят на место. Так, нам нужен борт. Я как-то всегда режу руками. Молодец, Ксюша, меня от этого оттучивает. Отучает. Разрушаю. Поменьше. Видите, я использую для... Да, можно увеличить. Я использую для того, чтобы закрывать шахты имплантатов, я использую бутаперчу. Мы не используем фумлемпу, хотя можем подвергнуться в этом смысле критике на фон. Но бутаперчу она хорошо заполняет канал, да, и видите, что пройдя часть клуба, я сразу попадаю на... Вижу четко, где у меня канал, да, то есть появляется вот этот наш... Розовый материал бутаперча. Дальше я беру обычную бутаперчу. Ксюша немножко удивляет. Вай-вай-вай, полисочек надо. Все летит с нас. Оп, не больно? Угу. Работаем с ограничением. Огоньок это не искрой, это я, значит, аббатмент цепанол. Читановый. Да. Да, все, что ли? Угу. 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 инструмент, можно гладилку побольше взять, либо сделать насечки на нём. Видите, она выходит полностью вот этот участок, он был в самом бинте, то есть мы полностью. Он более герметичный, дело в том, что фум-лента наложить со слоями достаточно такой, может быть, дискомфортно. Видите, она приспособлена для блокировки канавов любых, в том числе этих, поэтому мы можем хорошо её использовать, она хорошо адаптируется по каналу. Я разогреваю инструмент, и она его обхватывается, дальше аккуратненько вывозьём. В данном случае я почему не могу вывести, я выходное отверстие не доработал. Используем постоянно обахнутый, часто для временного протезирования. «Вообще, салинейка, здесь все условия, как-то, да, на что смотреть лично. Гонёк, работающие люди, и весят текущая вода». Ты меня сейчас избалуешь, я её ругаю, я постоянно критикуюсь, что я Ксюшу ругаю. «Я встаю, наслаждаюсь в том, насколько она спокойно, быстро и всё-таки работает. Вот, видишь, я уже давненько не видел таких кросиков». «Пока, двигаемся дальше». «Надо что-то не вязать, ну и нет». «Надо что-то». «Надо...» «Надо что-то...» Если у вас что-то не получается по какой-то причине, я всегда очень советую, когда вы немножко отойти с полоской крючки, может даже чай попить. Выдернуть к этому чуть-чуть с другим настроением. Все хорошо? Не больно? Еще раз, да, видите, что и шахта будет без мусора, потому что иногда бусора впадают в некоторую панику, не выкрутить. Они боятся, что они сорвали шлипсы винта, и такие случаи могут быть, и это, конечно, не самое вообще хорошее, что только может случиться. Но просто по факту это мусор, который набился вот в эту мелкую часть винта. И нужно просто расспокоиться, взять зонт, пошуровать, отмыть, шприцом отмыть, и, в общем-то, проблема будет решена. Недавно у меня был пациентом, недавно, год назад, с цирконевым мостом, и он сразу меня предупредил, что врач не смог снять анкелозы, еще это обычное очень субкортикальное состояние, что надо будет распиливать это все. Ну вот, и что невозможно, я просто отмыл, я даже не понял, что невозможно, сначала потом только уже задним умом понял, о чем он меня предупреждал. Ну ладно, устанавливаем нашу отверточку и крутим. Да, пальчики, нет, у меня достаточно накачанные пальчики. Шахты обычно, вот, ламбер выйти, вот, оперчать, то есть, упакуете, вот, оперчать, как обычно, как канал. Да, вот здесь я, для Ксюши, кстати, тоже, что у меня при выкручивании я слушаю? Щелчок, да, мы слушаем двумя ушами щелчок, потому что здесь-то у нас хороший доступ, мы четко это видим. Иногда, когда вы снимаете, особенно, слепки с ложкой не индивидуальной, вы можете не видеть, выкрутился у вас винт или нет. И, вот, здесь надо ориентироваться на швичу. Я закручивал, на самом деле, с динамометрическим усилием, поэтому нам нужна динамометрическая отвертка. Да, да, да. Не больно? Угу. 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 Чуть-чуть наживляешь. Ой, простите, пожалуйста. Не больно. Угу. Угу. И здесь. Здесь, видите, я не могу попасть в ключ, в эту гайку, просто я не выровню шахту каналов, поэтому не надо стараться, надо взять и, так же как в эндодонсе, должен быть нормальный прямой доступ, тогда, в общем-то, все будет. Видите, у меня встала отвертка нормальная, я могу скрутить. Дело в том, что, понятно, такие замечания, ну, для уже опытных врачей, может быть, не очень интересны, но бывает, что мы начинаем венчануть хорошо. Да, и в жизни точно так же, надо, да. Не больно делать? Вот, вы, наверное, видели, у меня такое движение, да, было вбок, я как бы покачал, это уже профессионально, потому что очень много работаю с анкилозом. В анкилозе мосты подклиниваются, и это тоже может вызывать определенные затруднения для извлечения этих мостов, потому что вы выкрутили уже полностью винт, а все равно не вынуть, нужно отсыпать. Ну, мы смотрим внутреннюю поверхность, чуть-чуть есть пища, но гигиена хорошая у нас, молочина. Пациент, это в мой ход. Винты надо не потерять. Они немножко у нас разные, да, один винт у нас на три. Это временный мостик, да? Это временный мостик, да, очень хороший временный мостик. Единственное, они сделали его чуть-чуть светлее, чем я хотел. Да, 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 молодец. Ксюша, видите, он и правда профессионал, потому что я уже тяну свои ручки к трансферам, а она говорит, не, 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 рисовать, тормозить. Да, наш основной принцип какой? Чистим моем. Да, у нас постоянно происходит орошение, опа, пылесос у нас здесь, орошение области. Вот здесь мы делали понтик, я добавлял этот, чаще всего отжимать вот этот участок, видно? Да. Я не пластмассой отжимаю, а чаще всего композитом, хорошо композит адаптируется и хорошо полируется. Так, ну все, обработали. Вот, вот, вот. Так что мы устанавливаем наши трансферные винты. Здесь у Нобеля двойная такая, как вам сказать, и они попытались коникл, да, создать коническое соединение. Видите, у нас хирург очень старательно работает, да, он параллельно поставил зазор достаточно большой между зубом и имплантатом. Старайтесь их ставить по диагонали, у нас в смысле, не абы как. То есть они у вас выстраиваются в определенной такой последовательности. Особенно это касается каких имплантатов? Астемов. Астемов, да, замечательно. Астемов. Вы можете из-за десны не видеть, что там у вас происходит, да, и поэтому мы часто делаем еще рентгеновские снижки. То есть для нашей большей точности все этого вопроса, сейчас надо это все проконтролировать. У нас заготовлена индивидуальная ложка заранее. Вот, но здесь есть такой момент, да, индивидуальные ложки для имплантатов делаются со специальными пространствами, чтобы была большая жесткость. Я не делаю трансфер-чек, лучше всего всегда фиксируется в массе, но нам нужно оставить достаточное количество, достаточное количество снижкой массы, чтобы они не держатся. Я вам покажу такой небольшой прием, который мы используем. Да, такой пластырь сейчас делают, чтобы просто мама не горит. Ножницы. Ножницы нам не дают, чуть-чуть подождем. Вы не стали. Слушай, подержи. за один хвост командная работа дальше что я беру с краешку так клея аккуратненько она не растекается формируя ну определенный участок вокруг наших трансферов потому что если ее будет мало Ксюша, ухвати пожалуйста за этот краеш если ее будет мало, просто не будет удерживаться не будет удерживаться сам трансфер и он будет болтаться, это не очень хорошо если такое случится, не дай бог мы закажем еще такие специальные ложечки с трансфер-чеком тогда уже попробуем отопытись без этого использую адзивы для ложек дайте мне пожалуйста временную пломбу вот этот темпрон оставляем немножечко вот отлично значит здесь смотрите ну в меньшей степени но я здесь так классика, ганра, это стоит работа если обращайте внимание есть ли у вас поднутрение там мостовидные протезы либо еще что-то потому что если промывные пространства достаточно большие то вы просто есть риск, что вы не снимете слепок, либо снимете его с мостом с мостовидным протезом этого бы нам не хотелось и дальше обновим я всегда вношу сначала в ложку потому что в полусерта температура достаточно высокая и полимеризация будет быстрей мы используем в этом случае силагу медиум у нас Ксюша должна была сделать доклад по клеточным маскам вот так я его не дождался и выводим опять же в мелкие детали опс Ксения вот это все надо убрать аккуратненько чуть-чуть вводим и дальше снимаем слепок еще раз ну здесь у нас оптрогейт чтобы мы могли это все видеть ложкой отдавливаем и зеркалом чуть-чуть и тогда вы спокойно введете слепок слепочную ложку проверяйте его посадку обратите внимание что у меня продавилось мои эти как его упс мы не спим постоянно мы это делаем вот здесь ну я их не гоняю они тут у меня их просто они количественно меня подавляют я шучу я все-таки надеюсь на то что у меня когда я его с ассистентом будет на уровне взгляда и мыслей передающихся они тоже так смотрят мне как так смотрят зарплату повести хочет ну нет на самом деле и Ксюша и ребята очень хорошо работают но мне в чем здесь преимущество они врачи все они понимают уже что и как надо делать ну такую штуку мы соорудили конечно если бы это был какой материал если бы это был какой материал скажите сначала то что ну мы бы сейчас снимали каким мы можем снять слепок если бы это был полиэфир то я был бы спокойно у него остаточная твердость очень высокая там 70 по шору 60 вот слепочник макс почему я спросил сушку менять с экспресса который совсем текучий да на медиум все таки более буду ставить чуть-чуть немного его плотность конечно не такая жесткая но полиэфир чем плохо можно вынуть зубы но он настолько твердый потом сречность можно посмотрите как коробка у нас должен быть вкусной шатлончик и так что мы сделали мы сняли слепок индивидуальной ложкой сейчас мы его аккуратненько выберем у нас есть шаблон прикусной я еще раз обратите внимание что оставляю трансферные ой фу господи формирователи почему чтобы техник четко мог посадить вот одна из проблем той пациентки которая была скорее всего заключается в том что ей при фиксации прикуса дали силикон даже если это был силикон вот этот байт то пациенты что делают дожимают появляется поэтому в любом случае несмотря на то что даже в этом случае у нас все зубы имеются фактически только одна сторона мы не используем силикон мы используем прикусной шаблончик вы видите что мы даже сверху он весь холодный дальше используется для конечной фиксации чтобы нам избежать вот этой проблемы интересный момент да да здесь еще раз активность особенно хорошо если мускулатура развита боковая мускулатура может приводить к передавливанию потому что он опять же силикон а если спидок использовался для укусить то явно активность мускулатуры была еще раз слушай у нас что щелчок очень важный чтобы вы лишний раз отверткой туда не лазали слепок как снимаем как мы снимаем слепок в каком положении сидя да мы не снимаем слепки лежа сушим сейчас чуть-чуть потерпеть чуть-чуть приоткрыть я уже утонел все чтобы предотвратить аспирацию либо проглатывание проглатывание чего бы то ни было видите как я устанавливаю пальцы одним пальцем я упираюсь другим крючок и опять вы слышите пересчелкивание он выскакивает из из шахты имплантата также вы можете подтянуть следующий момент тоже еще важно влоги с руками ну здесь у нас опять же остроги но если это щека просто сухой вы будете цепляться и дальше мы выводим заводим палец куда на гребень на крае ощущаем и вращательное движение не надо драть ну почему с головой оторвать хотят дело в том что имеют округлую форму альвеолярный гребень и нужно найти путь выведения чуть-чуть прикрыть пожалуйста просите расслабить да и начинайте искать вот этот путь введения дело в том что если у вас опять же имплантаты чуть-чуть прикрыть стоят под достаточно большими углами да и вот здесь вопрос к трансферчекам вы решили их соединить вы можете получить проблему заключающую в том что вам просто будет не вывести ваш слепок расслабить щечки пациенты ну как бы напрягает это все у вас например да сейчас мне не снять что-то да ничего страшного расслабились отошли это понимает что ему некуда деваться что ему надо сдаваться да и он начинает потихонечку да выходить уже видите несмотря на то что я сделал изоляцию справа все равно меня что там удерживало так мы фактически прокляли все хорошо граница это у нас изоляционный наш материал здесь небольшая опора получилась ну дай мне зацепочку для красоты эксперимента лучше чтобы он был там можем немножечко его прикрыть вот так чтобы попадать его в порочку уже засветить ну это не обязательно да ну так просто у нас доктор из Москвы решит что в Питере не знает как поры закрывать вслед спасибо спасибо все мы все сделаем теперь Ксюша что мы дальше делаем что еще раз еще раз значит что мы сначала как ты верно заметила отмываем опять каналы сушим и ставим обратно временный мозг затягиваем Степан Александрович твоя задача сейчас у нас времени уже не будет иди сюда и вы видите здесь мы уже подготовились это тоже мы будем разбирать у нас специально сделаны какие разборные модели потому что нам надо отработать введение здесь при формировании клыкового введения я вот очень старался это самое Сергею Викторовичу я там композитом наращивал а ему мешало он не сказал а я наоборот пытался добить это клыковое введение уже на временном астровидном протезе но здесь еще раз при третьем классе очень часто уже сформировался такой тип введения когда ведут и резцы и боковые зубы что в других классах например не наблюдается и это характерный для пациента паттерн боковые движения поэтому мы его если начинаем менять укрутнять клык который вот пациент в прошлом я бы у нее нарастил клык наоборот то здесь это наоборот идет но и это ведение к чему приводит к боковым все боковые зубы даже несмотря потому что ведение идет по боковым зубам плюс еще явление бруксизма хорошо мускулатура развита и раздавливается все коллеги значит фиксируем коронку записываешь и отпускаем водоперчу канал и все все всем спасибо за внимание будьте здоровы